здравствуйте на библейском портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня часто встречающиеся ситуации по которой нам задается вопрос возможно ли заочное отпевание человека спустя несколько лет после смерти вопрос сугубо практический и я все-таки начну с истории вопроса из со смысла происходящего на отпевание надо сказать что термин отпевание он сам по себе не литургический существует то что мы называем в народе отпеваниями называется чин погребения усопшего то есть когда мы хороним человека православные христиане хоронят человека в его похоронах при его погребение совершается соответствующий чин который в народе называется отпевание в древности в ситуации да вообще существует ситуация когда мы не можем совершить погребение того или иного человека например человек сгорел в пожаре или он утонул в море или без вести пропал где-то далеко и точно нам известно что он где-то там погиб его растерзали дикие звери съела акула на египетском пляже или еще что то то есть некого погребать мы не можем совершить обряд погребения вот в древности этот вопрос решался следующим образом молитвенному поминовению таких покойников таких усопших посвящались так называемые родительские субботы особенно суббота месопустная и суббота троицкая именно на этих службах поминались те самые люди которые не сподобились христианского погребения и о них совершались соответствующие общецерковные молитвословия приличествующие там поэтому упоминаются всевозможные образы погребения и смерти человека когда невозможно совершить его христианское погребение и это считалось достаточным в двадцатом веке в основном в период великой отечественной войны возникла возник массовый вопрос а что делать с теми людьми которые до погибли на фронте мы тоже не можем их совершить по поводу них соответствующего чина их погребения и возник чин так называемый заочного отпевания когда для родных и близких полностью фактически за незначительными исключениями когда нет у нас покойного и мы не можем с ним совершить соответствующие действия совершался чин отпевания тот самый чин погребения а погребать мы никого собственно и не погребали при этом надо сказать что собственно чин отпевания чин погребения он во многом да почти во всем кроме относящегося непосредственно к погребению подобен чину панихиды то есть невнимательный человек не знающий хорошо по сочинам последований скажет что это вообще одно и то же что собственно мы совершаем панихиду плюс некоторые дополнительные стихи рома например причине погребения читается соответствующие евангелие поются стихиры иоанна дамаскина читаются блаженные те песнопения которые не совершаются до поются стихиры на целование придите последнее целование дадим братья умершему то что уместно непосредственно над телом покойного ну в панихиде до этих как бы моментов нету и поэтому ситуации когда вы приходите в храм для того чтобы совершить так называемые заочное отпевание вы по сути дела совершаете расширенную панихиду иногда возникает вопрос а что делать и нужно ли вообще нужен ли венчик нужна ли земля поскольку это как бы вот нам нужно какое-то материальное подтверждение в данном случае вот если у вас есть неотпетый покойный где вы знаете где он похоронен до в этой ситуации можно взять землю с освещенную землю для того чтобы отнести ее на могилу усопшего взять венчик для того чтобы прикопать закопать его где-нибудь рядом с крестом в могилу но по моему опыту когда я пытался людям говорить да ничего страшного просто поминайте вашего усопшего 40 или 50 лет назад иногда современные новообращенные православные ли не обязательно в обращенной вдруг узнают что кто-то из их дедушек или бабушек не был ответ и попытка объяснить им что в этой ситуации отпевать не обязательно поминаете во первых на родительских во вторых закажите панихиду закажите саркаус в принципе этого будет достаточно оказывается то есть мой опыт говорит о том что я не могу убедить в этом людей они все равно считают что нет вот как же он будет не отпет как будто отпевание это какое-то не не просто чин погребения это какое-то таинство без которого он что-то с ним будет не то все мои отговоры все мои уговоры всегда бьют мимо цели гора по гораздо более второстепенным вещам никогда не удается людей уговорить например в некоторых местах существует обычай камушек класть на могилу чтобы покойный не вставал вот понятно что язычество в чистом виде но попытка объяснить людям что это не нужно этого делать все равно ни к чему не поведет как же так все соседи будут думать что мой покойник теперь по ночам шастает по деревне поэтому отпевайте подавайте заочное отпевание отпевайте сколько лет не прошло если вам это самому или самой кажется важным если вдруг вы считаете что в этом нет необходимости не нужно отпевать достаточно на самом деле с церковной точки зрения если мы не привмешиваем сюда какие-то дополнительные наши представления с точки зрения церкви достаточно поминовения на вселенских родительских субботах и индивидуальные панихиды в день значимые для этого человека возможно сорока уст и и другие формы обычного поминовения усопших внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео